Поздравить стихами с днём рождения Комсомола и наградить заслуженных и добрых людей. Так позитивно началось районное оперативное совещание. Но всё же я хочу сегодня всех поздравить с днём чудесным Комсомола. Не ради праздности, скорее ради тех, кого коснулась эта жизнь и школа. Знаком отличия за заслуги перед Щёлковским районом наградили Анатолия Самуленко, директора Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности, 43 года отработавшего в нашем районе. С середины прошлого года в район прибывали беженцы с юго-востока Украины. И муниципальные власти и местные предприятия делали всё, чтобы их пребывание вне родины было максимально комфортным. Пришло время всех поблагодарить. В числе отмеченных Щёлково Аграхим, Газпром Космические системы, Щёлково Хлеб, Мултон и другие компании. Наградили победителей и призёров смотр конкурса на самую благоустроенную территорию двора и лучший подъезд. Лучший двор обустроили жители дома номер 8 по улице Талсинской. А лучшим подъездом признан пятый подъезд дома по адресу Заречная, 4. Руководитель администрации Алексей Валов представил нового начальника межмуниципального управления МВД России Щёлковское. Нашу полицию возглавил полковник с двумя высшими образованиями Бауманки Дмитрий Рябов. Оптимистичный настрой совещание не утратило и после церемониальной части. Район развивается, преодолевая кризисные явления. Все нужные и полезные дела связаны были и с экономикой, и с финансами, и с городским хозяйством, и с общественной работой, и с социальными объектами. По всем практическим направлениям у нас идёт сработа. Не так, как бы хотелось бы нам быстро, потому что всё-таки сложная ситуация, и поступление в бюджет района довольно проблематичный. Но ни один из тех планов, которые мы для себя определили на 15-й год, мы не провалили. Алексей Валов отметил, что в 2015 году в разы увеличена работа по ремонту дорог, по вводу социальных объектов. Три детских садика должны быть построены до нового года. Есть перспектива открытия новых предприятий. Жители не могли не заметить, что выполнен масштабный ремонт внутри квартальных проездов. В 45 дворах сделано комплексное благоустройство с установкой детских игровых площадок и оборудованием парковочных карманов. Убрано более 300 гаражей ракушек. Реконструировано под движение больших автобусов автостанции у платформы «Воронок». Руководитель администрации с удовлетворением отметил, что областной портал «Добродел», аккумулирующий жалобы и предложения жителей региона, отнюдь не завален обращениями из Щелковского района, даже в период начала отопительного сезона. Это потому, что вопросы решаются на месте, чему способствует наша горячая линия. Зам. руководителя администрации по социальным вопросам Юрий Родионов, подводя итоги летней оздоровительной кампании, отметил, что наш район один из немногих в области сохранил и даже приумножил загородные детские лагеря. Осталась лесная сказка, добавился юнормеец, за первые три смены после реконструкции, принявший почти 600 ребят. Кстати, в год своего 30-летия. И он продолжает работать. Юрий Родионов также пригласил всех принять участие в праздновании Дня народного единства 4 ноября и Ночи искусств в кинотеатре «Пять звезд» с 3 на 4 ноября. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».